В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Криминальные провокаторы. Задержаны наркозбытчики, которые не только продавали запрещенный товар, но и открыто занимались саморекламой. Вот это что такое? Показывает, приспособленная родина. И которого... Конфеты какие? Да, конфеты с наркотчевыми. Детей убивают. Заказ на миллион. Жительница Рязани ради наживы решила убить знакомого и наняла киллеров. Опять в строю ветераны УИСа в своей службе работят с молодежью и ценных навыках. Предъявлено обвинение двум многородним наркозбытчикам, которые организовали продажу синтетических психостимуляторов через интернет. В криминальный дуэт входили 25-летний житель Нижнего Новгорода и 24-летний уроженец Самары. Мужчины не были знакомы, но оба активно продавали нелегальные вещества. И Рязань лишь один из многочисленных регионов, который опутала паутина данного интернет-магазина. Филиалы приносили такую прибыль, что людей в них нанимали вахтовым методом. Ко времени ареста молодые люди находились в городе не более двух месяцев. Указания от работодателей принимали дистанционно. У нижегородца, задержанного на улице Урицкого, при себе оказалось 250 граммов товара. Остальное, а это более сотни свертков с наркотиками, полицейские обнаружили на съемной квартире. Удивительно, что наркоторговцы смело пользовались СМС-рассылкой с рекламой своих услуг и оставляли визитки в ночных клубах и кафе. Самой серьезной работой занимался уроженец Самары. Именно он получал препараты в концентрированном виде, которые затем разбавлял в пропорции 1 к 15. В общей сложности у злоумышленников изъяли почти 4 килограмма наркотиков. Резиновые перчатки, электронные весы, упаковка, точно как в аптеке, с одной существенной разницей – не лечит, а калечит. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Продолжаем тему. Жители Рязанского района проявили активность и в добропорядочном внешнем граждане не разглядели злодея. На телефон доверия ФСКН России по Рязанской области поступила информация о причастности 31-летнего жителя села Поляны к незаконному обороту наркотиков. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, исправно ходил на работу и, в общем, ничем не выдавал наличие темных дел. Однако наводка подтвердилась. При обыске в квартире подозреваемого нашли серьезную партию марихуаны – более 2,5 килограммов. Сотрудники наркополиции санкции суда провели обследование жилого помещения, где проживает подозреваемый, и обнаружили большой объем наркотиков. Марихуана хранилась практически везде – в комнате, на кухне, на балконе, в мешках, в банках и других емкостях. Похоже на кристальной репутации появилось заметное пятно. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере. Максимальная планка наказания по данной статье – до 10 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью». Управление наркоконтроля предлагает жителям области, имеющим информацию о наркопритонных лицах, занимающихся сбытом наркотиков, сообщать по телефону доверия 24-57-67. И это натолкнуло на размышления о том, что психологический портрет наркоторговца и среднестатистического наркомана в последние годы претерпел значительные изменения. Те, кто начинал свою карьеру как маковый сезонник, а потом в 97-м и 2000-м годах варил ханку в алюминиевых ложках на огне зажигалок, преимущественно вымерли. Теперь не меньше трети наркозависимых потенциальные жены и мамы. Достаточно посмотреть, что курят студентки во время перемены возле колледжа и вузов. Это не совсем табак, а точнее говоря, совсем не табак. Теперь в моде курительная смесь из экзотических растений, которую то ли для уверенности, то ли за компанию смешивают совсем подряд. От энергетиков и пива до героина и марихуаны. И, к сожалению, надо признать, что законодательная база до сих пор не способна противостоять реальным угрозам наркомании. К другим новостям следователи опубликовали первую официальную версию гибели двух 19-летних молодых людей. Напомню, их тела обнаружили в машине, припаркованной напротив одного из магазинов на улице Бирюзова. Признаков насильственной смерти специалисты не нашли, зато в салоне автомобиля находилась фольга, в которой обычно хранят наркотики, и частица темного прессованного вещества. Но по предварительной версии, молодые люди отравились угарным газом. Проверка продолжается. Уже никакие происшествия не способны удивить искушенных жителей практически провинциального городка. Электронные СМИ со всеми подробностями рассказали, как полицейские предотвратили настоящую драму. Рязанка решила заказать своего знакомого, завладеть его имуществом, а с киллерами расплатиться деньгами от продажи недвижимости погибшего. К счастью, в роли посредников и исполнителей кровавого убийства выступили сотрудники полиции. При личной встрече дама хладнокровно подтвердила свои намерения и пообещала половину вырученных средств после того, как лично увидит фотографии покойного. Женщина организовала приезд потенциальной жертвы в заранее условленное место, где его похитили исполнители убийства. Поклонница детективов не знала, что на фото другой мужчина, загримированный под труп. Когда расписка на сумму 1 миллион 200 тысяч рублей была передана, подозреваемую к ее немалому удивлению задержали. В протоколе будет немало любопытных абзацев. Мы стараемся не давать сводки аварий, прекрасно понимая, что это происшествие другого формата. Но когда за один выходной в своих автомобилях умирает 7 человек, а 23 получают травмы, стоит напомнить о безопасности и своевременной замене тех же летних шин. В субботу около 7 часов вечера в Шиловском районе на 298-м километре федеральной автодороги М5 Урал 38-летний житель Пензенской области, управляя автомобилем Митсубиси, выехал на полосу встречного движения и протаранил Жигули. От удара отечественная автомобиль отбросила к дорожному ограждению и развернула. В этот момент с ним совершилось столкновение следующей сзади в попутном направлении автомобиль Volkswagen Touareg под управлением жителя Ульяновской области. В результате происшествия водитель ВАЗ-2115 и двое его пассажиров, все жители Пензенской области, от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящий момент устанавливаются причины, почему водитель Митсубиши выехал на полосу встречного движения. Спустя 4 часа скорая помощь понадобилась другим участникам дорожного движения. На 238-м километре автодороги Москва-Егоревск-Тума-Касимов 35-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречу Ладзе Приори под управлением 53-летнего жителя совхоза Рязанский. Оба водителя, а также двоих пассажиров скончались на месте происшествия. И еще четверо пассажиров получили травмы, в том числе супруга водителя автомобиля Toyota Corolla и ее 16-летний сын. Время в реанимационное отделение Касимовской ЦРБ доставлена 19-летняя девушка, жительница Краснодарского края, которая являлась пассажиркой автомобиля Ладо Приорой. В момент ДТП находился на заднем сидении автомобиля. Сводок с мест аварии и просьба откликнуться очевидцев наездов на пешеходов бесчисленное множество. Что ни день, выехал на встречку, перевернулся на крышу, сбил человека, зацепил припаркованный автомобиль, протаранил впереди идущий транспорт. Будьте внимательны на дороге и не забывайте соблюдать правила. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. Но в действительности начало наложения наказаний в русском государстве за воровство, убийство, кражу, разбой и ложный донос приписывается 10-15 векам. Особенно суровые меры применялись к ворам. Каждый мог убить вора, застав его на месте преступления. Судебники 1497 и 1550 годов явились одними из первых законодательных актов. И гуманности на их страницах нет и в помине. Например, систему штрафов заменили на смертную казнь. Сегодня все по-другому, но суть вот в чем. Важно помнить ошибки предшественников и не допускать новых. Для этого в помощь действующим сотрудникам УИС созданы многочисленные советы ветеранов. Совет ветеранов у нас создан в каждом подразделении, помимо областного, который функционирует здесь у нас при управлении. Эта встреча была организована специально для нас, но она мало чем отличается от любой другой. За годы своей службы они так привыкли держать осанку и рапортовать о проделанной работе, что готовы вспомнить каждое значимое событие в своей жизни, начиная со времен обучения. Виктор Павлович Стрелков посвятил оперативный режим на работе всю свою жизнь, наводил порядок, как любят выражаться ветераны. Но молодым специалистам не завидуют, преступный мир становится сложнее. Очень с большими сроками, очень сложный спецконтингент идет, очень много хищников крупных, наркоманов, убийств. Его соратник Александр Васильевич Жирухин, получив предложение по работе в Совете ветеранов, согласился не сразу. Он уходил на пенсию в сложные годы, 15 лет назад. Когда-то был главным энергетиком управления, теперь секретарь региональной ветеранской организации. В наше время просто, может быть, сложнее было в чем? В том, что работало производство. Был план. У нас, помимо молодых ветеранов, которые ушли в настоящее время на пенсию, есть еще ветераны, которые служили еще в 70-х годах, в 80-х. Поэтому взаимодействие у нас с ними происходит ежедневное. Ветераны, которые сейчас уже на пенсии, они уже наступали на грабли. А сейчас они не дают возможности молодым специалистам, специалистам, так сказать, повторить свои ошибки. Николай Григорьевич Хориков сегодня у руля Совета ветеранов. Тоже свои погоны носил с честью. Теперь разрабатывает и применяет новую концепцию работы с действующими сотрудниками. Это активизировать работу в подразделениях, это наставничество, не только там, так сказать, по осужденным, но и по молодым офицерам. Это участие во всех мероприятиях, которые проходят не только в управлении, но и в колониях в каждой. Да и вообще учреждения, исправительное трудовое учреждение, простого и несложного, ничего нет. Очень сложная работа, очень ответственная, очень внимательная. Николай Андреевич Заводов навстречу пришел не с пустыми руками, в одной папке и жизнь, и увлечение, и былые страхи. Он был начальником милиции Скопинского гора ВД, имел в оперативном подчинении четыре справительно-трудовых учреждения. Район был тот еще, но все это меркло в сравнении с Афганистаном. Не кошмарит, как тогда, после, что представлялось сны такие, что я в кишлаке и без оружия, что самый кошмарный сон, поскольку попадать к душманам это ни в коем случае нельзя было советникам. Две восемьсот над уровнем моря в июне минус пять ночью, плюс сорок днем. Есть о чем вспомнить. Климат афганский, это не подарок. Там, где я был в провинции, Гур или Гор в переводе, они говорили, или могила. Я, как только узнал, что меня направляют в Афганистан советником при командовании Царандоем, во-первых, я стал и имел такую возможность стрелять из автомата, из пистолета. И был я подготовлен, я являюсь трижды кандидатом мастера спорта СССР по боксу, самбо и дзюдо. Николай Андреевич из тех, кто и на пенсии не теряет активности. Недавно я играл с трехкратным чемпионом мира Карповым, 9 февраля сыграл ничью с ним в сеансе одновременной игры ВК-3. В ВК-3 я сам проводил сеансы одновременной игры в шахматах, очень остались довольны. И когда я вот приехал с Карповым, мне радостно было, что меня так же тепло встречали эти заключенные. А в июне под его руководством команда офицеров завоевала первое место в Спартакеаде. Вот вам и ветераны. Не киснут. Надо заниматься по своим интересам. Если ты склонен к садоводчеству, занимайся этим. Прививкой деревьев. Если ты во что-то играешь, и есть такие возможности, то, так сказать, и сам получай удовольствие, и старайся других научить, и передавать свой опыт. Самое время писать мемуары, стихи и пособия. А если серьезно, то на службе бывают моменты, когда советов спрашивать некогда и не у кого. Так что любая встреча с ветеранами УИЗ еще одна шпаргалка на будущее. Это все на сегодня. В заключении хочу напомнить, что мы продолжаем принимать ваши вопросы, адресованные сотрудникам любых ведомств и управлений. Если есть спорные моменты, самое время бесплатно получить комментарии специалистов. Удачи вам и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!